Открыл встречу Совета министров иностранных дел стран Черноморского экономического сотрудничества глава российского МИДа Сергей Лавров. Он подвел итоги шестимесячного председательства нашей страны в организации и отметил, что Россия выступает за наращивание взаимодействия между странами ЧЕС. При этом сама организация должна оставаться не политизированной, а заниматься лишь финансовым развитием региона. За полгода российского председательства мы организовали несколько десятков различных форумов, в том числе в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи. Состоялось шесть министерских встреч по разным направлениям. Транспорт, здравоохранение, культура, туризм, таможенные и статистические службы. Службы, отвечающие за преодоление последствий чрезвычайных ситуаций. В ходе встречи министры из 12 стран обсудили совместную реализацию инфраструктурных проектов, проектов области возобновляемой энергии, зеленых технологий, транспорта, поговорили о развитии малого и среднего предпринимательства. Также в Сочи Сергей Лавров сегодня провел двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств Турции, Молдавии и Болгарии. Особо, конечно, была интересна встреча Лаврова с министром иностранных дел Турциями в лютом Чавушаглу. В ходе переговоров обсуждался вопрос налаживания двусторонних отношений между Москвой и Анкарой и пути урегулирования сирийского конфликта. Было решено возобновить работу двусторонней рабочей группы по борьбе с терроризмом, деятельность которой по понятным причинам была заморожена последние семь месяцев. Турция заинтересована в совместной с Россией работе по борьбе с терроризмом. У нас много точек соприкосновения по этому вопросу. Нам важно защищать мирных людей до тех пор, пока атаки на нашей территории не прекратятся. Мы теперь должны нормализировать отношения, чтобы они достигли должного уровня. Кроме того, указом президента предусмотрено, что ограничения на деятельность, связанную с туризмом, снимаются уже сейчас. Они заверили, как и президент Эрдоган заверял президента Путина в ходе телефонного разговора, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности российских туристов. Ну, как я понимаю, и туристов из других стран тоже. Сегодня же Россия передала председательство в АЧС Сербии. Министр иностранных дел Ивет Садачич отметил, Сербия будет продолжать содействовать в развитии сотрудничества между странами региона. Добавлю, что АЧС в следующем году отметит 25-летие. Помимо России в организацию входит Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Следующее заседание Совета министров стран АЧС пройдет в декабре в Белграде. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Димин Даниловский, телекомпания ФКТ.